всем здравствуйте так сегодня у нас четверг так сегодня у нас четверг и мы в прямом эфире как обычно да мы сейчас девчонок предупредим чтобы потише а то у нас так громко так всем здравствуйте сегодня у нас да вот татьяна владимировна зашла как всегда у нас это прям такой постоянный такой слушатель наших прямых эфиров значит сегодня у нас четверг два часа дня и мы как обычно выходим в прямом эфире из города ростова на дону сегодня с вами буду я наташка клюгина работаю инструктором в школе екатерины мирошниченко вот и по четвергам в два часа дня рассказываем какие-нибудь истории значит как и в предыдущем уроке мы предыдущем пред предыдущем прямом эфире с вами рассматривали цветочки там московой техники такие несложные варианты дизайна вот сегодня я решила напомнить и многие кто вот много лет знаком с творчеством екатерины николаевны мирошниченко с творчеством всех инструкторов по всей россии по европе значит многие помнят что начиналось все как раз таки с цветочков с обводочкой вот и этот цветочек узнаваем и все его называют цветочек эми или эми цветочек ну то есть кому как удобно и я хотела сегодня с вами в прямом эфире вот порисовать как бы и какие-то может нюансы вам как бы рассказать показать может кто-то на коротком ноготке так значит вот тут татьяна владимировна у нас спрашивает покажите пожалуйста наглядно как нарисовать ими цветочек на коротком ноготке на самом деле если например вы не получается нарисовать совсем совсем маленький цветочек ведь можно нарисовать его половинку половинку на одном ноготочке например да видите вот половинку на одном половинку на втором и как бы и будет как бы смотреться как целый ноготочек да значит ну давайте мы сейчас просто проговорим с вами каким образом чего начать чем закончить и тогда уже как бы сделаем какие-то выводы определенные значит на самом деле очень простой вариант очень простой цветочек его многие рисуют некоторые рисуют как-то по-своему но мы с вами как бы вот возьмем как бы вот сейчас как эталон да как ну то есть как основу до 1 уже потом на основе вот этого цветочка можно будет там уже какие-то свои там телодвижение сделать тоже в ту или другую сторону значит хочется конечно же напомнить о том что есть замечательный набор гель-лаков да как правило всегда выходит какой-нибудь набор гель-лаков весной и летом и так далее вот этот наборчик soulful soulful morning да значит вышел весной весной и состоит из восьми цветов цветов номера с номера с 409 по 416 пастельные оттенки пастельные нежные весенние плотные и конечно же они хорошо вот сейчас еще весна не закончилась да хорошо как бы идут у мастеров для покрытия ноготочков своим клиентов а впереди лето и как раз таки вот летом эти цвета точно также хорошо подойдут хотя знаете я уже сто раз на них смотрела сто раз выкрашивала и зим зимние варианты тоже хорошо потому что все что похоже да тепленький желтенький цвет тепленький там пирсиковый цвет а все остальные уже идут холодные все что похоже на лед это холодные оттенки все что похоже на солнышко это теплые оттенки. Такое самое простое объяснение. Это, знаете, у меня такое объяснение с детства в голове застряло. Вот. И вот этот наборчик Soulful Morning. Смотрите, абсолютно все плотные. Многие, наверное, даже олицетворяют этот набор знаете, с какими оттеночками? С гель-лаковыми. А изначально гелевыми красками, которая называлась пастель звенит. Помните, был такой шикарный набор гелевых красок изначально. Еще в такой коробке из 10 цветов состоял. Коробочки такие большие были, прикольные. Не буду сейчас по номерам раскладывать. С 409 номера по 416 номер. Видите, такие вот красивые, яркие, плотные. Причем, знаете, выкраску делала в один слой. То есть здесь гель-лак намесен в один слой. Ну и покрыт топом, конечно же. Вот. Ирина вот написала нам комплимент. Спасибо, девчонки, большое. Я немножечко это, знаете, как бы очень комплексую по этому поводу. Я поэтому в прямом эфире такой мастер без головы. Только с руками. А так как еще коррекцию не сделала, поэтому пришлось надеть перчатки. Вот. А так обычно хотя бы руки узнаваемые. Итак, 8 оттенков из нового набора гель-лаков. И я попыталась как бы воспроизвести именно из этих оттеночков вот такой вот вариант, да. То есть как бы цветочки я сделала, ну основу для цветочков взяла, конечно же, гель-лаки из новой вот этой вот этой вот красивой весенней летней коллекции. Итак, девчат, с чего мы начнем? Ну, конечно же, типсик возьмем. Типсик возьмем. И я вот, если честно, даже теряюсь. Вроде бы хочу, знаете, как бы сделать так, чтобы побольше цветочков нарисовать, чтобы было понятно, где чем перекрывается и как мы все это прорисовываем и делаем. То есть можно, конечно, вот так сделать наполовинку. А давайте, только я единственное возьму, сделаю вот так наполовину с белым, но цветочки нарисую везде, вот в нижней части ноготочка. Вот таким образом. То есть можно, например, так, это сейчас в сторону уберу. Так, и за основу мы, конечно же, возьмем белый гель-лак, да? Белый гель-лак. Итак, 0,01. 0,01. И покроем ноготочек полностью от начала до конца. Значит, ну, если получится плотно положить краску, да? Ну, гель-лак или гелевую краску, или краску гелевую, как хотите, обзовите. Значит, если получится плотно положить в один слой, конечно же, одного слоя будет достаточно, потому что вторым слоем у нас как раз-таки будут цветные лепесточки наших цветочков с прорисовкой, да? Цветочка Эми. Итак, основной цвет белый мы взяли с вами как подложку, просушиваем. Значит, и теперь мы будем как бы рисовать сразу цветные лепесточки, то есть готовить подмалевок, так называемый. Воспользуюсь я кисточкой, девчат, лепесточек единичка, это самая маленькая кисточка, называется она лепесточек единичка для жестовской росписи. Вот она, единичка, КЗЛЕ1, КЗЛЕ1, потому что мне нужно нарисовать несколько цветочков, поэтому я возьму маленькую кисточку. И теперь на палитру, на палитру, ну давайте, какой у нас будет цветочек цветом? Например, розовенький, даже много взяла, конечно же, там для цветочка нужно буквально капелюшечка одна маленькая. Давайте голубенький. Давайте, какой еще у нас поместится? Ну давайте желтенький, да, всегда смотрится ярко по летне-весеннему, красиво желтенький. Ну и в принципе, наверное, все, ну так, на всякий случай, на всякий случай, вдруг где-то пустое место будет, добавим еще сиреневенький. Так, все, приготовили. Перед началом работы любую кисточку, девчат, смочите в капельке базы, бейсгель возьму, и вот тут вот аккуратненько, аккуратненько капельку базы возьму, и смочу кисточку, приготовлю, приведу ее в рабочее состояние, вот так аккуратненько с двух сторон промою. Так, ну и все. И теперь, я не хочу рисовать цветочки на весь ноготочек, и чтобы не выйти за пределы, ну, той границы, которую я хочу отметить, можно сделать вот таким образом. То есть, например, верхней части ноготочка цветочков у меня не будет, поэтому я сейчас себе тоненькой кисточкой, любой, которая удобна для вас, ну, я взяла, естественно, 5 дробь 0, да, 5 дробь 0, черная синтетика, и просто аккуратненько поставлю себе границу. То есть, дальше этой границы я выйти не должна. Даже если вы подсушите, ничего страшного не случится. Подсушили. Ну, а теперь 5 лепестков. 5 лепесточков значит, мы должны с вами нарисовать просто обыкновенная схема, ничего сверхъестественного. Ой, я тут пыталась, знаете, отвлечь ваше внимание еще какой-нибудь листочек, но не нашла. Ладно, сейчас будем сразу. Значит, 5 лепестков. Итак, значит, ну, с какого цвета начнем? Ну, пусть будет сиреневенький первый. Хоть я его, вроде бы, приготовила, как бы, на всякий случай. Так, ну, давайте. Значит, будет виден, каким образом он? Вот это будет его главный лепесточек. Все движения кисточки будут направлены от края лепесточка будущего к его центру. Здесь у нас где-то выглядывает боковой лепесточек. С этой стороны выглядывает еще один боковой лепесточек. Форма цветочка в результате у нас должна получиться круглая, поэтому относительно центра, да, который вы выбрали, вот, допустим, все, я определила, что здесь у меня центр будущего цветочка, стараюсь делать так, чтобы размер лепесточков был примерно одинаковый и располагался именно по кругу, да, вот видите, центр виден у нас, виден, и вот вокруг лепесточки. Так, давайте теперь с этой стороны, ну, давайте желтый будет поярче, видно? Так, ну, давайте вот так. Значит, здесь у меня будет центральный лепесток, в сторону будет смотреть боковой лепесточек, то есть мы готовим основу, основу, мы, конечно же, сейчас эти простые лепестки будем превращать в один сплошной, в один круглый цветочек, да, с прорисовкой, эми цветочек мы рисуем. Так, все есть у нас. Так, желтенький, ну, давайте внизу, голубенький, то есть, получается, здесь у меня будет главный лепесточек, в сторону смотрит боковой, и с этой стороны тоже боковой. Это пока основа. Так, я аккуратненько округляю лепесточки. Так, и, естественно, основной цвет, которым вы рисуете цветочки, вы, конечно же, просушиваете. просушиваете. Так, теперь мы немножечко-немножечко усилим, да, цвет, то есть, я пройдусь еще разочек, тонко-тонко, пройдусь еще раз по лепесточкам, ну, как бы, когда вторым разом проходите, естественно, цвет становится более насыщенным, да, поэтому вот так пройдусь аккуратненько прокрашу еще разочек сиреневенький цвет, голубенький цвет, ну, ну, и желтенький, соответственно. Теперь, девчат, когда мы просушим, нам нужно обязательно у этих цветочков, тогда красивее будет смотреться, конечно же, будет смотреться по-взрослому, если вы затемните серединку. Чем можно затемнить серединку? Ну, опять же, вернуться к цветам гель-лаков, которыми вы делаете основу, и немножечко затемнить. Я сейчас возьму просто капельку черного гель-лака, ну, в нашем случае это черный глянец, да, номер 30, и немножко подмешаю, и желтенький с черным, то есть, вот таким вот образом. Это будет серединочка цветочков, то есть, мне нужно показать, как бы, глубину. Дизайн же ведь плоский, правильно получается? Только за счет цвета вы можете передать там глубину, высоту. То есть, серединку мы, конечно же, затемним там, вот получается вот такой, какой-то непонятный зеленцой оттенок здесь, черный добавим сюда. Все, есть такое дело. Ну, разные оттенки получаются, черного грубо. Так, и давайте здесь. Хотя, на самом деле, можно, например, ну, я просто пытаюсь использовать самые подручные средства. Я считаю, что черный гирлак, он всегда у всех есть, у мастеров. Ну, опять же, ну, вы можете просто там взять, например, для голубого цветочка какой-нибудь темно-синий гирлак, правильно? Или там, для сиренева, какой-нибудь темно-фиолетовый цвет, оттенок подобрать серединки цветочков. а так как у меня, так как у меня, вот, в моем задании сегодня воспользоваться только этим набором гирлаков, поэтому будем выкручиваться из того, что есть 100% у всех. Итак, затемняем серединку у желтого цветочка. Не бойтесь, то есть, получается такое, конечно, пятнышко по серединке. И причем, знаете, как бы, я вот не боюсь прям серединочку сделать прям такой серьезной. Так, у сиреневого цветочка. Итак, основной цвет мы всегда просушиваем, то есть, основной цвет мы с вами нанесли. Слушайте, наношу сейчас серединку у цветочков и понимаю, что примерно все одинаково. Можно было прям одним цветом намазюкать. Поверьте, потом это не будет особо видно. Нам самое главное сделать так, чтобы мы видели с вами центр цветочка, которым мы будем вести всю прорисовочку. Так, ну а теперь я кончик кисточки вот сюда в базу смочу. Вот так вот я отожму кисточку и немножечко по кругу прям вот аккуратно-аккуратно растушую, чтобы такая, знаете, границу немножечко. Границу вот таким вот образом растушую, да, аккуратненько. даже можно еще смелее бы сделать это темное пятно в серединке. Ничего страшного бы не было. Если чувствуете, что у вас много в центре появилось, ну получилось там темного какого-то оттенка, не бойтесь никогда вернуться к основному цвету. То есть начинали там, да, можно всегда подправить. И еще, можно, знаете, взять немножечко белого цвета. Вот, например, если, например, вы рисуете, вроде как, все правильно распределили, там все хорошо, но почему-то там лепесток на лепесток залез, и вы, например, потерялись, где заканчивается один цветочек, где начинается другой цветочек. Поэтому вы можете взять и, например, вот, аккуратно беленьким цветом пройтись и обозначить себе границы. Вот у меня тут граница получается сиреневого цветочка, да, тут граница голубенького цветочка, ну и тем самым как бы чуть-чуть высветлить края лепесточков. Если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Но это потому, что тут вот цветочки такие светленькие, а если бы они были чуть потемней, то при высветлении краешков получается, знаете, такая середина темная, а края светлые. За счет этого смотрится, как бы появляется объем. Поэтому на более темных цветочках, конечно, это было бы видно. граница между лепесточками вот таким вот образом. Граница вот здесь между лепесточками, вот здесь, так, и здесь тоже. Ну все, просушиваем. И пусть это вас пока не пугает, да, похоже на какую-то размазню. Значит, теперь следующий момент. Девчат, вот мы сейчас с вами делали основу гель-лаками, да, мы могли сделать основу гелевыми красками, мы сделали гель-лаками. После просушки все гелевые краски и все гель-лаки, конечно же, на поверхности имеют дисперсионную пленку, липкость. И мы не рекомендуем никогда вытирать липкий слой. Мы будем с вами прорисовку делать с помощью черной эмпасты. Эмпаста это гелевая краска, которая не имеет остаточной липкости. Кисточка, которой мы будем рисовать 5 дробь 0, линеарная, длинненькая, тоненькая. Есть белая синтетика, есть черная синтетика. Мы будем прорисовочку делать с помощью эмпасты. Она очень помогает в работе мастерам. Она не плывет, не течет. Как вы нарисуете, так она и будет стоять. Без всяких проблем. Серединку цветочков мы, конечно же, будем белой эмпастой. Точечки будем ставить в серединочке. Но что важно, на самом деле можно рисовать и гель-лаком тоже. Но вы четко должны себе понимать, что гель-лаки они же жидкие, понимаете, и это просто тупо делать неудобно. Можно рисовать гелевыми красками. Гелевыми красками, конечно же, будет удобнее рисовать гелевые краски. Вот у нас есть в 5-граммовых коровах, в баночках, есть в тюбиках. Вот, например, арпийский снег, видите, тюбик 10-граммовый. Вот, значит, можно рисовать гелевыми красками. Это будет значительно удобнее, они не такие жидкие, как гель-лаки. Но самый удобный, конечно же, материал для тонкой прорисовки, это, конечно же, импаста, потому что не плывет, не течет. Вот, и благодаря тому, что у вас будет в руках тонкая кисточка, все линии у вас будут получаться тонко. Очень важный момент, может быть, здесь вот среди слушателей наших прямых эфиров есть девчонки, которые проходят онлайн-курсы. Есть там флористика у нас, как раз таки имя цветочек. Так вот, девчат, в прорисовке цветочков, неважно даже каких, вот, имя цветочка или любых других цветочков, очень важна кисточка. Хорошая тонкая кисть это 50% успеха. Я даже, кстати, в комментариях иногда пишу эту фразу, вот, и хочу проговорить ее здесь, потому что, вот, вы же не будете рисовать, например, тонкие линии вот такой кисточкой, правильно? То есть, правильно подобранная кисть, когда она тонкая, хорошо держит свою форму, не впитывает много материала за счет того, что это искусственное, синтетическое, да, волокно. Вот, вы набираете краску только на кисточку. Так вот, 25% успеха в рисовании таких вот тонких линий это то, сколько вы набираете краски на этот кончик кисточки, поэтому 50% успеха это хорошая, тонкая, длинная кисточка, 25% успеха это то, сколько вы набираете на кончик этой кисточки краски, чтобы прорисовать тонкую линию. Ну, и оставшиеся 25% это, конечно, практика, без практики никуда не денешься, то есть, один раз попробуешь, второй раз попробуешь, и с каждым разом будет становиться все лучше и лучше. Итак, кисть 5 дробь 0 линеарная, и еще, я уже сказала, что, конечно же, сейчас поверхность липкая, для того, чтобы вам было удобно прорисовку делать любых цветочков, перекройте вашу основу, вашу, ну, основу, да, рисунок ваш, который вы будете прорисовать, топом безостаточной липкости, в нашем случае, я возьму теклос, да, это глянцевый топ безостаточной липкости, именно хорошо подходит для промежуточного этапа, и после просушки основного цвета, когда вы затемнили уже серединочки, все четко уже все прорисовали, и вы теперь берете и закрываете всю поверхность очень тонким слоем, топом, без липкого слоя, глянцевым топом без липкого слоя, в нашем случае это будет теклос, и вот, если даже что-то пойдет не так, вы всегда можете вытереть, взять обезжириватель, безворсовую салфеточку, и протереть поверхность ногтевой пластины, протираете поверхность и перерисовываете заново, то есть не трете цветное покрытие, а именно берете и вытираете рисунок с поверхности просушенного теклоса, тупо-безлипкого слоя, так, ну и теперь конкретно прорисовка, значит, так, чтобы у меня, я сейчас возьму листочек, чтобы вот белый листик, я потом просто уберу его с экрана, и чтобы фокус потом сюда как бы, да, камеры не наводился, и так прорисовка, девчат, давайте я вот так вот сделаю, значит, допустим, у нас с вами, я пока включу дальше лампу, пусть высыхает, то есть у вас получается центральный лепесточек, да, сторону смотрит боковой с одной стороны, сторону смотрит боковой с другой стороны, нижняя часть делится на два лепесточка, тут у нас с вами затемнение в серединочке, показываем глубину, и вот получается у нас цветочек, который мы пытаемся прорисовать, значит, я, конечно же, сейчас прорисую это все в прямом эфире, и так, значит, еще раз вернусь к онлайн-курсу, значит, если кто-то проходит онлайн-курс, девчонки, да, или, допустим, вы там смотрите какие-то видеоуроки, мастер-классы, значит, очень важно начать именно, допустим, ну, с лепесточка, во-первых, который я первый рисовала, и который мне хорошо виден, и я начинаю прорисовывать, то есть вы находите примерно серединочку, ставите первую палочку, выносите ее за пределы лепесточка, и теперь, не отрывая руки, отводите кисточку в сторону, и стремитесь к центру, вторая линия выстраивается на одном уровне, практически, с первой линии, и точно так же стремится к центру, это получается, мы обводим с вами лепесточек двумя линиями, теперь мы отделяем половиночку нашего лепесточка, получается, что сейчас мы половину лепесточка обвели, половину нет, теперь точно так же, только в другую сторону, отводим кисточку в другую сторону, одна линия, и примерно на уровне поворота, да, добавляем вторую линию, вот и вся наука, и я часто, когда проверяю, например, уроки в онлайне, пишу, обратите внимание на схему прорисовки, это очень важно, серединочка, отводим кисточку в сторону и стремимся к центру, примерно на уровне поворота вы рисуете вторую линию, отделяете обведенную часть, вот, половинку лепесточка вы обвели, и теперь то же самое, только в другую сторону, одна линия, и примерно на уровне поворота вторая линия, снизу, можно, конечно, попросить клиента перевернуть пальчик, можете перевернуть кисточку и провести линии снизу вверх, но все точно так же, в таком же порядке, то есть сохраняя схему прорисовки, и вот тогда, значит, вообще, по большому счету, можно любое пятнышко превратить в цветочек, можно любое пятнышко, превратить в цветочек, если даже вот круг какой-нибудь просто взять и прорисовать с помощью тонких линий, так, раз, два, отделили обведенную часть, и теперь, раз, два, видите, по кругу прохожу, и теперь третий, ой, простите, какой же третий, уже пятый лепесточек, также по центру, также отводим кисточку, также стремимся к центру, и аккуратненько, и даже если вы, проводя линию, краска закончилась, все, бросьте, не надо продлевать эту линию, нужно просто взять и тогда уже следующую довести туда чуть-чуть подальше, так, все, видите, обвели, вот когда начинаете рисовать, девчат, вот, например, вы нарисовали первых две линии, да, теперь в другую сторону две линии, раз, два, то есть, грубо говоря, можете прям посчитать линии, раз, два, три, четыре, и пятая линия, которая просто делит лепесточек на две части, можно вот так сделать, я надеюсь, как бы, может быть, все-таки понятнее будет, то есть, схема прорисовки, одна линия, вторая линия, если у вас между лепестками получился глубокий какой-то проем, провал там, но тогда можно добавить маленькую перепоночку, которая просто вот прикроет вот эту глубокую дырку между лепестками, теперь мы отделяем обведенную часть и делаем все то же самое с другой стороны, одна линия и вторая линия, есть такое дело, и снизу точно так же, видите, вот нет у меня никакой основы, а так как я примерно, примерно делаю так, чтобы лепестки относительно центра были одинаковой длины, в результате цветочек получается круглым, то есть я многим пишу девчонкам, что цветочек должен быть кругленьким, кругленьким и не вытянутым, не как звездочка, а именно укладываться в круг, затем цвет, которым вы прорисовываете цветочек, должен обязательно попасть в центр, несмотря на то, что мы с вами затемняли середину, мы, конечно же, попадает у нас, будем черной пастой прорисовывать, аккуратненько ставим черный цвет в центр, таким образом, чтобы затемнение выглядывало за пределы вашей черной пуговки, можно опять же с помощью тонкой кисточкой вытянуть несколько прожилочек в сторону лепесточков, поэтому даже если какие-то линии не дойдут до центра, не обязательно, все, а потом просушиваем и ставим много-много маленьких точечек в середину цветочка, беленьких, потеряла я где-то типсики, где-то на столе, ага, вот они, и потом много-много-много маленьких беленьких точек поставим в центр, видно, девчат? Можно просто по кругу, можно забить всю серединку, это не принципиально важно, вот, значит, прорисовкой убираю, ну и теперь уже непосредственно на наших цветочках, да, на нашей основе, значит, я обычно беру черную пасту вот сюда на пальчик, кисточку линеарную промываю в капельки базы и начинаю прорисовывать, набираю краску только на кончик кисточки, и теперь аккуратненько нашла серединку цветочка и все линии аккуратно к центру, к центру отделяем, вот таким образом, так, теперь сбоку, естественно, да, аккуратненько, можно повернуть, конечно же, пальчик клиента, можно сейчас повернуть типсик, допустим, когда тренируетесь, но я стараться буду держаться так прямо, потому что я, мне и так не очень удобно под телефоном, поэтому буду аккуратненько, 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 так, и теперь с этой стороны делаем вид, что рисунок продолжается дальше, вот аккуратно, так, теперь я, наверное, прорисую вот этот синенький лепесточек, а там дальше посмотрим, насколько у нас там места хватит, чтобы отметить еще один нижний лепесточек, и так, к центру, к центру, отделила обведенную часть, буду делать вид, что рисунок продолжается дальше, несмотря ни на что, так, аккуратненько, одна линия, вторая линия, видите, вот сейчас я закрою тут вот маленький такой вот раз, проходик, да, и сделаю дальше вид, что рисунок продолжается дальше, аккуратненько, так, так, и здесь то же самое, так, так, здесь цветочек есть, здесь сделаем вид, что рисунок где-то там дальше продолжается, несмотря на то, что один лепесточек перекрыл другой лепесточек, к центру, к центру, и остается у нас вот этот желтенький, так, у нас, я тут голову подняла, поблагодарили, что очень подробно все показано, спасибо большое, на самом деле, ну, как бы, скажите, хочется на самом деле донести, чтобы не просто так вроде воздух содрогать, а тем более, когда, может быть, я ищу свои, ну, оправдания перед девчатами, которым, ну, как бы не сразу, допустим, принимаю работу и хочется через телефон крикнуть, схема, главная схема, можно просто разноцветное пятнышко превратить в цветочек, схематично, то есть, посмотрите, с какой линии начинается, да, какая линия там прикрепляется рядышком, так, это я просто делаю вид, что там рисунок дальше продолжается, и у меня останется вот здесь один лепесточек, сейчас моего, тут добьем, я перевернула пальчик клиентом, на самом деле, можно пальчик наклонить в одну сторону, в другую сторону, да, перевернуть, поставить ручку на локоточек и нарисовать так, чтобы вам было удобно, ну, чтобы уже было до конца симпатично, так, все, есть, и теперь, девчат, тот цвет, которым вы, нужно просушивать каждый цветочек, ой, а я все прорисовала и не просушила, на самом деле, видите, импаста же не течет, поэтому я и не просушиваю, я сушу этапами в плане цвет, то есть цвет нанесла, просушила, серединку затемнела, просушила, краешки высветлила, просушила, да, закрыла топом, и теперь прорисовку все сразу, так, ну, и цвет, которым вы прорисовываете, если бы я рисовала сейчас синим цветом, то я поставила бы синий цвет в центр, если бы я рисовала там каким-нибудь бордовым цветом, поставила бордовый цвет, но так как я прорисовку делала сейчас черным цветом, Поэтому черный цвет попадает в центр наших цветочков. Подскажите, когда новый бокс? Так, вот тут у нас опять комплиментик есть. Спасибо вам большое. Я подняла голову и начинаю сразу смущаться. Так, давайте мы продолжим. В серединочку мы с вами нанесли тот цвет, который мы прорисовали. Рисовали черным, значит поставили черную пуговичку в серединку. Из серединочки вытянули такие прожилочки. Можно даже не набирать краску, либо набрать совсем-совсем чуть-чуть. Потому что вот то количество краски, которое я поставила сейчас в центр, в принципе достаточно для того, чтобы не сильно намазюкать, но и в то же время вытянуть немножечко прожилочки. прожилочки из центра во все стороны. Так, ну все. Ага, серединка у желтого цветочка еще. Так, сейчас. Так, и можно еще, знаете, что сделать? Ну, как обычно, знаете, держите меня семеро. Какие-нибудь тут тычиночки, например. Не бойтесь, вот сейчас вот, да, серединка прям черная такая какая-то получилась, да? Не совсем все это как-то аккуратно смотрится. Поверьте, все будет хорошо. Мы с вами закроем топом. Мы с вами потом все серединочки прорисуем точечками беленькими. Всю эту черноту, конечно же, закроем. Так, просушиваем. Так, и теперь, девчата, конечно же, нам нужно задекорировать. Ну, мои любимые, я очень люблю вот эти вот полосочки всякие разные. Есть шермиконы черные полосочки, золотые, серебряные, белые. Не знаю, золото всегда мне нравится, потому что я сама как бы ношу, если что, только золотые какие-то там, ну, обручальное кольцо там и кольца в ушах. Типа, предпочитаю золотые украшения. Знаете, как повесила сто лет назад, так и висит. Так вот, я возьму шермикончики, полосочки мои любимые, золотые полоски, да? Значит, что еще можно взять? Очень понравился мне из последних шермиконов вот такой шермикончик. Видите, там всякие такие словечки, вот там лав, там все, что смогла прочитать, да? Так, курсив 228, 228 курсив. Вот мы как раз-таки приклеим полосочку, вдоль полосочки какой-то словечечка и больше ничего не будем, да? То есть по минимуму, по минимуму. И как раз сейчас самый подходящий момент, почему? Потому что мы рекомендуем шермикончики наклеивать на топ-теклас, правильно же? На топ-теклас. И как раз у нас тут все просохло, мы рисовали по текласу. Сейчас мы вот эту зону отделим. Секундочку. Я даже с перепугу взяла пинцет в руки и понимаю, что он мне, в принципе, опять не нужен. Так, прикрепляем полосочку. Кстати, можно было и черненькую взять. Ну, золотишко, не знаю, мне кажется, так, приукрасит немножко. Если ваш клиент любит носить серебряные украшения, то можно серебряную полосочку, правда же? Так, ну, чтобы дорого-богато было, как положено у нас в Ростове-на-Дону. Все лучше и сразу. Ну, на самом деле, я специально делала, да, чтобы на верхнюю часть ноготочка рисунок не залез. Не нужно этого делать на всех пальцах, абсолютно ни к чему. Просто на одном пальчике, правильно же? Так, приклеили. И давайте вот этот вот шармикон и с фразами тоже какой-нибудь сейчас возьмем. Какое-нибудь красивое словечко. Причем, знаете, оно может быть черным цветом, а может быть золотым цветом. Не знаю, хочу лав. Вы не против, если это будет лав? Так, ну, теперь, наверное, потребуется все-таки пинцет, потому что прилипает к перчаткам, сил нет. Так, ну, вот так. О! Любовь. Все, прикрепили, девчат. Ну, и предлагаю, конечно же, перекрыть топом. Ну, давайте, я перекрою теклосом, он просто у меня под руками стоит. А на самом деле можно перекрыть любым топом, которым вы работаете. Хотите матовым покруйте, хотите глянцем. Это не принципиально важно. Важно, что вы хотите в результате потом увидеть. Если все-таки приклеили золотое что-то там, фольга у вас, либо шармикончик, наклеечка какая-то золотая, под матовым топом, конечно, так блестеть не будет, как под глянцем. Вот. Можно было бы закрыть, конечно, ультрашайном, но я хочу серединки цветочков поставить на готовую поверхность. У меня есть эмпаста, и я могу эмпастой отметить серединки у цветочков сверху по готовой поверхности. То есть будет, знаете, своего рода такой объемный вариант вот этих вот точечек серединки. То есть как бы на темном фоне маленькие точечки будут стоять сверху на готовой поверхности и будут казаться более объемными, чем есть на самом деле. Просушиваем. Так, и с помощью все той же кисточки 5-0 линеарная, у меня черная синтетика сегодня под руками, возьмем белую эмпасту, в нашем случае это белый рафинад, белая эмпаста. Гелевая краска без остаточной липкости. Мне надо совсем-совсем чуть-чуть, капельку. Я себе на пальчик, как обычно. Сейчас кисточку вытру, так, все из-под рук надо убрать. И теперь белой эмпастой у основания лепесточков, еле-еле притрагиваясь. Вот тоже, знаете, вот я видела, как некоторые девчата, знаете, берут дотс, например, мелкий. Ну, можно и дотсом, но мне кажется, кончиком кисточки получится намного мельче. Ну, опять же, кому как больше нравится, да? Не знаю, мне кажется, если ставить какие-то точечки в серединке цветочков, то это должно быть много-много-много маленьких беленьких точечек. Сюда у основания, то есть вот я беру и прямо на затемненное местечко, да, вот в серединке цветочков, ставлю точечки вот так по кругу основания лепесточков. Можно просто затыкать все темное местечко беленькими точечками, тоже неплохо будет. Причем, знаете, в центре можно чуть покрупнее сделать, а переходя на лепесточки, точечки уменьшить в размере. Мы сегодня с вами говорим про новую коллекцию гирлаков. Ну, как новую, относительно новую, да? У нас же очень быстро выходит, очень много выходит материалов. Гирлаки вышли буквально вот в начале весны. Соу Фу Монинг. Восемь оттенков пастельных красивых оттенков, которые пригодятся вам и в час весной, и на все лето, и даже зимой перейдут. Вот. На самом деле очень классно укладываются, очень классно ложатся. И это цвета, которые я вот для себя лично отметила, что очень классно делать из них градиент. Просто необыкновенно здорово, честное слово. Без всяких там примесей и так далее. Кстати, вот можно взять немножко белой эмпасты на кончик кисточки. Лепесточки единичка для жесткого. И даже можно немножечко-немножечко пройтись по краешку лепесточков. Ставлю под черную линию. И вот таким вот образом, такими, знаете, мазочками взять. И немножечко даже высветлить края, прям по верху. Ведь я же рисую эмпастой. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости, которую можно рисовать по любой готовой поверхности. И по матовой поверхности, и по глянцевой поверхности. Единственное, что не делают эмпасты, это не покрывают ногти. Ну, во-первых, это себестоимость очень дорогая получается. И топ, конечно же, скалывается с эмпасты, потому что у эмпасты нет никакой липкости, понимаете? Просушиваем. Просушиваем. И, в принципе, наш дизайн готов. Сейчас мы его прикрепим на общую нашу планшетку, чтобы было видно. Вот смотрите. То есть я говорила, что не нужно делать на всех пальчиках. Видите, вот здесь вот градиент розовый с голубым, а тут цветочки розовые и голубые. Здесь градиент желтый, зеленый, персиковый. Здесь тоже, видите, фона, персиковый фон. И вот желтый такой же цветочек. Видите, хорошо как сочетается. Не нужно на всех пальцах. Достаточно на одном пальчике, будет очень симпатично смотреться. Так, мы сейчас сюда это дело прикрепим. Видно, можно вот так на половинку цветочка, можно весь пальчик забить цветочками, можно верхнюю часть оставить в покое, на весь, на половинку и так далее. Ну, написали нам очень красиво. Большое спасибо, девчат, за то, что вы, ну, цените, да, оцениваете. Ну, а на самом деле очень большое спасибо вам за то, что вы свое личное время, как бы, да, тратите на то, чтобы посмотреть мастер-класс. Ну, я очень надеюсь, что он вам пригодится. Значит, сегодня мы с вами работали с гель-лаками из коллекции Soulful Morning и делали именно основу по цвету, именно благодаря вот этим цветам, которые очень красивые, плотные, очень хорошо ложатся, и градиент из них делает тоже одно удовольствие. Спасибо вам огромное за ваше терпение, за ваше внимание, побольше всем творческих каких-то идей, вот, и побольше всем денежных клиентов. Всего самого хорошего, девчат. До свидания. Встретимся в следующий четверг.